следующим рецептом которым с вами поделюсь это будет вариант пирога из теста фила с несладкой начинкой я буду запекать брокколи но при желании вы можете вместо брокколи используйте яблоки и груши любые фрукты и ягоды и добавлять сахар по вкусу тогда у вас получится сладкий пирог я буду использовать готовое тесто филан так как его приготовление достаточно трудоемкий долгий процесс но если вы такое тесто не найдете то вполне можно использовать и обыкновенное слоеное тесто это тесто продавалось замороженным поэтому необходимо перед приготовлением его полностью разморозить отделить нужное количество листов я буду использовать 6 остальные сверну и положу в холодильник для следующего использования затем каждый лист необходимо смазать маслом можно сливочным можно растительным я буду использовать обыкновенные растительные подсолнечные которые рафинированные смазанное тесто перекладываю форму я решила использовать круглую но конечно можно использовать прямоугольные тогда у вас получится полностью открытый пирог и края не будут свисать вы формируете таким образом чтобы тесто плотно облегала форму и параллельно формируем бортики так как у меня пирог будет не сладкий то я немного присаливаю и перчу тесто ну если не хотите можете этого не делать дальше у меня основной компонент начинки будет брокколи я буду использовать целую головку предварительно никак ее не готовлю просто разделяю на соцветие если вы хотите чтобы у вас начинка получилась более мягкая то можете отварить предварительно подсоленной воде там где-то 5-10 минут но поверите брокколи успевает за время в духовке приготовиться полностью и так теперь брокколи необходимо подсолить и добавить приправы по вкусу я буду использовать черный молотый перец зернышки тмина для этого я предварительно их в ступке немножко размалю для того чтобы они лучше отдавали свой аромат для аромата посыпаю гранулированным чесноком и в этот раз сюда еще положу копченую паприку а и теперь подготовлю заливку и для ее приготовления мне понадобится 150 грамм творога я беру 5 процентным затем 2 куриных яйца 3 столовые ложки сметаны и буду еще добавлять половину упаковки сыра фета это у меня 125 грамм приблизительно если такого сыра нету то можно заменить и брынзой можно добавить даже твердый сыр натертый на терке это будет также очень вкусно смешиваю все до однородного состояния в блендере и заливаю сверху пирог вверх начинки присыпаю черным кунжутом и поднимаю свободный край теста формирую пирог вверх 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 вот такой красавец в итоге у меня получился он очень вкусный и как в холодном виде так и в горячем попробуйте приготовить я уверена вам понравится и желаю вам приятного аппетита так как это у меня будет холодное закусочное блюдо то и нарезать уже буду после того когда полностью остынет Субтитры создавал DimaTorzok